Великой Отечественной и Второй мировой войны Подробнее о том, что обсуждают участники мероприятия и как они планируют бороться с подобными явлениями, расскажет наш специальный корреспондент Артем Высоцкий. В Москве в эти дни проходит уже девятый по счету Международный антифашистский форум. Его главная задача сохранить память о прошлом, чтобы все мы могли размышлять о будущем. Участники форума в том числе это малолетние узники фашистских концлагерей. Они говорят, обществу, не только российскому, необходимо учиться на ошибках. Еще раз усвоить уроки Второй мировой войны и не допустить повторения ужасов фашизма. Я до сих пор помню эти глаза. Фашистки. Не фашиста, а фашистки. Это конкретный человек по имени Марта, которая была надсмотрщиком в нашем лагере. И она выражала вот это свое фашизм всем своим поведением, тем, что она как содержала, как относилась, чем кормила. Была бомбежка, у нас мы были на территории, которую освобождали англичане, была бомбежка. И погибли свиньи, в общем, побили. И эти свиньи были разбросаны в поле. Там уже червяки были. И вот этих свиней нам Марта решил сварить борщ. Ничего, прошел этот номер, мы ели этот борщ с такой свининой. Понимаете, это был праздник. В ходе пленарного заседания форума был представлен доклад Оргкомитета о современных проявлениях фашизма в различных странах, а также в формах и методах эффективного противодействия ему со стороны общества. Этот форум является девятым по счету. Мы с 95-го года, с года 50-летия Победы, начали собирать форумы малолетних узников фашизма. И предыдущие семь, по крайней мере, были в одной более или менее напряженной, трудной обстановке. Но этот форум проходит уже совсем другие для нас времена. Начавшиеся события бесспорно возвращают нас, малолетних узников, к 40-м годам, к началу войны, к концлагерному детству, к трагедиям нашего народа. И на сегодняшнем форуме мы, конечно, обязательно отметим изменение ситуации, изменение целей нашего форума. Если раньше мы говорили, важно не допустить возрождение фашизма и нацизма, теперь мы увидели, что он возродился, он не был похоронен в 45-м году. И сегодня задача состоит в том, чтобы еще раз, как в те годы, с потерями, со слезами, но с настойчивостью, героизмом и мужеством одержать вторую победу над фашистской нечистью. Так мы ставим свою основную задачу. Узники напомнят о том, чем может обернуться и для страны, и для детей успехи нацистов. Еще одной темой стали вопросы фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войны. Не так давно школьники получили новый учебник истории, в котором нашлось место и раздел о проводимой сейчас специальной военной операции. Говорится там и о таком явлении, как неонацизм. Дело в том, что учебник, который сейчас как бы подготовлен в Меденском, там есть целая глава, посвященная специальной военной операции с разъяснением причин и задач, которые решаются при проведении этой операции. Безусловно, это все должно отстояться. И я думаю, что в учебнике это будет еще как-то корректироваться, может быть усиливаться, может быть даваться какая-то иная трактовка. Но факт остается фактом. Вся моя жизнь была связана с борьбой с чем-то. И с национализмом, и с расизмом, и с фашизмом. И вообще, когда я служила в органах государственной безопасности, мы боролись вот с этими формами, в самых крайних проявлениях, в экстремистских проявлениях. Сегодня, естественно, этим занимаются мои коллеги. Но факт остается фактом. Дело в том, что это одна из таких злокачественных опухолей, которые сегодня разъедает не только западное общество, но и, к сожалению, она перенеслась уже на территорию России. Мы наблюдаем, как формируются некие структуры, способствующие, так сказать, украинским действиям украинских нацистов, способствующие поддержке этих националистов. Ну вот, так что это, я как уже сказал, эти те места стаза, которые были запущены, и которые надо лечить уже только хирургически. Важная тема – оказание моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма. А также патриотического воспитания подрастающего поколения. Программой форума запланирована международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств, среди которых Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Эстония, Франция, Австрия и США. Участие в видеоконференции примет ряд высших учебных заведений России – студенчества, представители которых также выступят с докладами. И в перерыве форума мы пообщались с председателем общероссийско-общественной организации «Офицеры России», «Героем России» и «Липовым» Сергеем Анатольевичем. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Каковы главные задачи и цели Международного антифашистского форума, который проводится в этом году, и в чем его отличие от предыдущих форумов? Во-первых, этот форум проводится уже девятый раз при поддержке общественной организации «Офицеры России», общественного движения «Сильная Россия», ну и, естественно, при поддержке правительства города Москвы. Этот форум проходит в условиях проведения специальной военной операции на территории нашей братской Украины по уничтожению фашизма, который там поднял голову при помощи американских и натовских политиков. Форум проходит с приглашением всех руководителей общественных, религиозных, ветеранских организаций. На форуме присутствуют представители государственных органов, Министерство обороны, Министерство обороны, Следственного комитета и так далее. Это еще раз говорит о том, что форум не оставил никого равнодушным. На этом форуме будут рассматриваться актуальные вопросы борьбы с фашизмом. Но основной посыл, который прозвучит на этом форуме к воззванию Комитета Победы при администрации президента о том, что фашизм должен не пройти. Фашизму нет. Стоп фашизму. И сегодня в условиях, еще раз возвращаюсь, проведения специальной военной операции, мы говорим о том, что мы знаем, что такое фашизм, мы знаем его цену и знаем, как его остановить. Потому что кроме России в мире нет силы, способной победить этот фашизм. Девиз форума «Помним о прошлом, думаем о будущем». Насколько эти слова звучат актуально сегодня, когда неонацизм в странах Европы, да и в России тоже поднимает голову? Эти слова «Помним о прошлом» звучат из уст малолетних узников фашизма, жертв фашизма, которые, что такое фашизм, знают не понаслышке. Они прошли фашистские концлагеря, они испытывали все ужасы фашизма. И сегодня они передают послание будущим потомкам, нашим внукам, правнукам, которые будут жить завтра. И они говорят нашему поколению, будьте бдительны, не пропустите фашизм, не дайте поднять им голову. Иначе произойдет очередная страшная трагедия, которая была допущена в 20-м столетии. Мы здесь собрались для того, чтобы не допустить подобного. И мы помним нашу историю для того, чтобы не допустить ее в 21-м веке. Есть еще один вопрос. На форуме много говорится о невыученных, неусвоенных уроках Второй мировой войны. Гитлеровская Германия была побеждена, но наследники фашизма остались. Какие задачи сегодня стоят перед международными антифашистскими организациями в борьбе с проявлениями расовой нетерпимости, национальной розни? Когда мы слышим славу о том, что международная общественность не знает истории, это слова несколько с искаженным смыслом. Ведь фактически после 45-го года прошлого столетия, когда был фашизм побежден, была написана правдивая история, на которой было выращено не одно поколение. Но с приходом 21-го века, после того, как не стало Советского Союза, первым делом, что сделали западные идеологи, они переписали историю, стерли все исторические правдивые моменты, написали историю заново, в котором Советский Союз, Советский народ, Красный Рой поставили на один уровень с фашизмом, объявили о том, что виновником развязывания Второй мировой войны, оказывается, был Советский Союз, Советский народ, о том, что основный вклад в победу над разумом фашизма внесли, оказывается, союзники американские и английские, и о том, что теперь Россия виновна во всех тех бедах, которые были в Европе вместе с фашистской Германией. Вот это вызывает особую озабоченность, и особая озабоченность вызывает то, что дальше всех в переписывании истории пошла Украина. И теперь мы видим, что происходит на Украине. На Украине происходит второй, тридцать седьмой год, как это было в Германии. Ведь история, она очень точная наука, и не допускает сослагательного ее произношения, и тем более переписывания. И те, кто это допускает, история поэтому за это очень жестко наказывает. Историю нужно знать и не допускать ее переписывания. Народ, не знающий своей истории, обречен к пережитию заново. К сожалению, уходят из жизни ветераны, все меньше становится и тех, кто запомнил войну, будучи детьми. Что сегодня государство, общество может сделать для этих людей? Государство на сегодняшний день окружило заботой, вниманием, но недостаточно. И поэтому мы, обращаясь, пользуясь случаем, о том, что сегодня проходит антифашистский форум, будет очередное обращение и к органам законодательной власти, и к Совету Федерации, о том, чтобы еще раз обратить на те проблемы, которые сегодня существуют на федеральном уровне, по отношению к таким категориям людей, это блокадники, это малолетние узники, это дети войны, которые вообще на сегодняшний день статуса не имеют. Их осталось очень мало. Ветеранов практически уже нет, а они являются прямыми наследниками и последними свидетелями жертв и зверств фашизма, последних жертв, которые еще могут сказать, рассказать о фашизме. И надо со стороны государства воздать им должное для того, чтобы они почувствовали себя полноценными участниками нашего общества, полноценными гражданами и почувствовали именно заботу, заботу государства на федеральном уровне. Воспитание патриотов – важная задача наследников Великой Победы. Как антифашистские организации участвуют сегодня в патриотическом воспитании молодежи? – Во-первых, они находятся на передовой идеологической борьбы именно за будущее нашей страны, которую сейчас пытаются оторвать западные идеологии от более старшего поколения. Я не помню такой недели, месяца, чтобы наши малолетние узники не ходили в школы, не встречались. Они открыли уголки памяти, они открыли комнаты, музеи, посвященные именно вот этому периоду, когда они были в концентрационных лагерях. И через вот эти уголки памяти, через комнаты, через музей проходят школьники, они сами приезжают встречаться со школьниками. И каждый раз говорят о том, чтобы стать настоящим патриотом, не нужно учить мировую историю, не нужно учить астрономию и так далее, нужно учить историю, начиная с истории своей семьи. Если вы не будете знать историю своей семьи, вы не сможете понять, что было вчера, что будет сегодня и что будет завтра, потому что история семьи – это история нашего государства. И в каждой истории нашей российской, если изучить несколько поколений, всегда найдется очень много героического, очень много исторического, то, чем можно гордиться сегодняшнему поколению. А если они будут этим гордиться, значит, они будут любить, и они будут готовы защищать историю своей семьи. Потом уже можно учить историю своей школы, своего дома, края, города, в котором родился и вырос. И потом уже историю государства. Вот от простого к сложному нужно найти для того, чтобы вырастить настоящих патриотов нашей Родины, способных защищать, в первую очередь, свою семью, а потом уже свое государство. И поэтому мы всегда на всех встречах задаем один и тот же вопрос. Кто может рассказать, как зовут имя, отчество, своего прадедушки, прабабушки, день рождения, и кто он был, и что он сделал хорошего? И не все это могут ответить. И вот мы всегда говорим о том, чтобы вырастить настоящего патриота, нужно патриотизм растить именно с изучения истории своей семьи. Именно на вот этих корнях, которые дают прочно стоять сегодня молодому человеку на этой земле, не поддаваться всяким политическим и лжеисторическим течениям, которые могут свернуть именно с правильного направления и завести, как это делается сейчас в Европе, сделать из любого молодого человека гражданина мира, так называемого перекатипуля, который все равно, где бы он ни жил, главное, чтобы ему там было комфортно. Вот этого сейчас добиваются западные идеологи от нашей молодежи, через соцсети их зомбируя и выдавая им ложные ценности, как за настоящие, демократические западные ценности, которые могут привести в совсем другую сторону, нежели это требовалось. Участники форума рассказали и о музее «Непокоренные», который открылся в Москве. Это собрание уникальных свидетельств ужасов войны и того зла, который несет человечеству нацизм. Музей работает, и его коллекция продолжает пополняться фотографиями и документами. В нашем музее много материалов, рассказывающих о судьбах людей, рассказывающих о том, как много пришлось перенести детям, маленьким детям, ни в чем не повинных, которые должны были радоваться жизни, радоваться солнцу, а они оказались в концлагерях, в фашистских лагерях с решетками. Это очень страшно, это очень тяжело. И говорить без слез мы не можем. У нас всегда на глазах слезы. Поэтому мы дали жизнь нашему музею. Мы надеемся, что с помощью общественности, с помощью всех абсолютно, начиная от правительства Москвы, начиная от нашего уважаемого президента, Совета Федерации, Государственной Думы, что все увидят наше маленькое детище и помогут нам его взрастить. Потому что сегодня помещение, которое мы имеем, оно очень крохотное. Всего 50 квадратных метров. Уже сейчас нам там тесно. Нам некуда показать. Нам очень мало места, чтобы пригласить школьников, молодежь, население. Это, естественно, должно всех встревожить. И нас, как последних живых свидетелей. Экспонаты. Мы живые экспонаты. Поэтому мы думаем, что к нам придут, нас увидят. И вместе, к 80-летию победы, мы откроем, ну, по-настоящему музей, непокоренные бывших узников концлагерей всей России. По итогам форума участники примут резолюцию с призывом ко всем народам мира объединиться в борьбе с неонацизмом. Артем Масовский, Михаил Чупрасов. Вместе РФ.